Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Продолжаем серию видео про недвижимость в США. У меня изрядное количество зрителей интересуется, сколько стоят квартиры, потому что я снимал до этого только дома. И вот, есть интересное предложение по квартире. Вот такое вот здание. Мы находимся на втором этаже. И вот такая замечательная квартирка. Называлась это Кондо. Сейчас начнутся ремонтные работы, и обновят эту квартирку и уже после обновления выставят на продажу. Люб, какой метраж здесь? 90 квадратных метров? Да, 90 квадратных метров, да? Ты уже в метры привела в квадратные. 90 квадратных метров. Сразу попадаем на кухоньку. Это у нас выход на центральную улицу Датч-стрит. Прямо перед вами Такобелл. То есть при желании можно ночью выскочить, если на вас напал в жуткий голод, купить Такос, Буритас, Кэс-Айдиа. Да, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что самое, почему это место такое ценное, и оно было все более и более ценным на следующие пять лет. Потому что вот там проходит вот Blackstone District, который самый хат-дистрит сейчас в Омахе. А, там где этот, между киевит-билдинг, где его бафит, что ли, офис, да? Нет, там кроссы нету направо. А, ну это я знаю, да, да, да. Я же жил в этом районе. Одну меру, да? Я в этом районе жил, да. Вот, кстати, построили новые апартаменты здесь, выкупили, и сразу же здесь недвижка пошла резко в цене, прям резко наверх, чтобы вы понимали. Вот эта вот улица, вот эти вот домики, которые с другой стороны, их тоже скупили инвесторы, и сейчас немытем так катанием выживают тех, кто подписал контракт на аренду, а уже потом, когда контракт исчерпается, уже будут делать полный реновэшн, может быть, снесут. И вот, чтобы вы понимали, вот там здание вот тут на заднем плане, это киевит-билдинг, где находится офис Воррена Баффета. Ты сами понимаете. Киевит-билдинг. Что? Киевит-билдинг. Да, ты не знал разве? Нет, не знал. Вот так вот, я тут доставку как-то делал. Не самому личному Баффету, но вот. Но у него, наверное, много офисов. Да, ну один из офисов. Так что здесь цена будет сейчас расти. Цена будет расти здесь. Парковочка. Пойдем дальше. Смотрите-то квартирку. Ты как бы рассказал про этот самый дистрикт? И смотрим дальше. Да, ну и, соответственно, это очень близко до даунтауна. Кто работает офисной крысой, это очень удобно попасть. Мгновенно раз и все. Вот. Первая жилая комната. Со встроенными шкафчиками. Вот. Немножко странно после России смотрятся вот эти вот ездящие двери без зеркал. Немножко так дешево смотрятся. Ну, если чисто апартаменты сдавать, американцы, они такие, ребят, особо непритязательные. Для них это нормально. Хотя, если делать для себя, я бы чисто здесь поставил бы зеркальные двери. И полностью начинку поменял бы, конечно, поставил бы подорогую. Вот. Ковролин в нормальном состоянии. Достаточно симпатическую сделать. Конечно, как обычно, убогие вот эти американские розеточки. 60-70-х годов дизайна. Вот. Но это болезнь всей Америки, я хочу сказать. Я уже на это болт забил. Раньше мне это просто вызывало недоумение. Как так, 21-го века, уже там люди используют там леграны последние, там, не знаю, юнику. Все, что угодно. Столько интересной, крутой фурнитуры. Но вот американцы, на этих розетках у них цивилизация закончилась. Может, чисто специфика нашего штата, где, как бы, достаточно болт сбивает на многие вещи. Вот. Что касается трендов дизайнерских. Вот. Это может быть в Нью-Йорке и в других, более раскрученных штатах. По-другому. Вот еще один шкафчик. Вот. Но это сам, как понимаете, детали. То есть, было желание сделать рестайлинг и дизайн. Можно все, что угодно. Самое главное, это метраж и расположение комнаты, что человек получает. То есть, место здесь навалом. То есть, можно все, что угодно. Даже в селиться можно здесь скатывать в этот. Идем дальше. Ну и, я так понимаю, один туалет, один ванна. Вот. Тут, конечно, нужно больше обновляжей сделать. В ванну обычно приходит специально обученный человек, красит. Унитаз вроде нормальный. Обычно американская такая сантехника. Вытяжка вон стоит. Ну, так, то есть. Люб, самый интересный вопрос. Какова стоимость вот этой недвижимости, если ее кто-то захочет купить? Какая цена? Приблизительно хотя бы. Ну, плюс меня. Ну, я знаю, что вот девочка только что продала. Примерно в таком состоянии. Единственное, что у нее в ванне стоит эта вот стиральная машина европейская. Ага. Которая одна. Ну, загрузки одной. Я понял. Ну, она где-то по тысячу стоит машина. Безонарная американская, да. Она продала за 65. 65 тысяч долларов. А в состоянии, чем не лучше, чем... То есть, то же самое, да? Прямо вот так вот, да. Ну, то есть, если поставить стиральную машину, то 65 тысяч будет стоить. А метраж? Метраж-то какой? Метражное положение? То же самое, да? Ну, а единственное, что... Ну, она вот в ванной была... Ванна так прилично очень выглядит у нее. Ну, как обычно, ванная и кухня продают квартиру. Ну, реновейшн это можно сделать-то, господи, это же не... Это стоит вообще-то. Это не те деньги. Вопрос еще. Скажи, а после покупки вот за 65 тысяч долларов вот такой квартирки, сколько нужно будет в нашем штате платить налогу? Потому что людей тоже этот вопрос волнует. То есть, сколько нужно налогу платить? А, значит, налог плюс 700 долларов в год. 700 долларов, да? Годовой налог. Он платится единовременно или помесячные какие-то отчисления идут? Ну, он в два раза в год платится. Ну, в смысле, за полгода. То есть, 450... А, смотри, 350-350, да? В марте и в августе. В марте и в августе, получается, да? Хорошо. Ну, он может повышаться, так что это не... Ну, это понятно, что... Повышаться он из каких критерий повышается? Зависит, как его оценивают. Вот оценивают. Если... Если они переоценят стоимость... Сейчас стоимость этой квартиры 37, налоговая стоимость. Ага. Если они переоценят ее на полную... Вот после продажи, они могут ее переоценить на полную стоимость. А кто приходит, специально какой-то оценщик или что? Ну, нет, они просто отслеживают, насколько он был продан. Ну, подожди, ну, если ты сделал ремонт, к примеру, тут вот, допустим, человек пришел, купил эту квартиру. Сделал ремонт. Сделал ремонт. Сам себя наказал в налоговом смысле. А, нет, если он купил ее дешево, да, Купил дешево. Да, никто, конечно, об этом не знает. Все тихо. И продал ее там за нормальные бабки, а уже следующие... Да, следующие платят налоги. Следующие платят. Теоретически. Ну, неизвестно. Там тут с налогами... Ну, не проблема, я имею в виду, с налогами не взбериха слегка. Вот в этой части города. Я понял. Хорошо. Кроме налогов, еще, я так понимаю, нужно заключать контракты с ЛППД, да? С чем еще заключать? Ну, можно, конечно, смотреть. Здесь газ, кстати говоря, газовое топление. Да, газовое, но газоцентрализованный. Вот, кстати, все вот это вот механика, она там, за этой дверкой. Газоцентрализованный, то есть платит эта ассоциация. А, взнос в ассоциацию 270 долларов в месяц. В смысле ассоциация? Это имеешь в виду какая-то управляющая компания, которая все это обслуживает в комплексе, да? Она платит за воду, она платит за газ. Вот в этой 270 включается вода, газ. Электричество не включается. Электричество здесь исторически 50 долларов в месяц. Ага, 50 долларов в месяц, а вода? А вода включена вот в эти 270. 270 за что, это месяц? Угу. То есть ежемесячно 270 долларов нужно платить будет коммуналке. Ну да, не за коммуналку, это за, как бы, обслуживание. Управляющая компания, как ты сказала. То есть, подожди, как, это за... Ну, да, они следят за общим, ну, в смысле, за ремонтом. Они ремонтируют, значит, фасад здания, ремонтируют крышу, делают этот лэндскейпинг. Слушай, ну, она недорого получается-то 250 долларов ежемесячно. Нормально. То есть только за какую-то воду с газом. А ты не можешь отказаться... Нет, это не вода с газом. Ну, а что это? Ну, это фасад, это уборка, в общем, крыши. Ну, подожди, ну, фасад-то ремонтируется раз в сколько-то лет, он же не каждый день там крысится, фасад-то. Ну, что я тебе хочу сказать. Прежде чем покупать, надо смотреть на финансовые документы. Это все есть. Как идет расход этих денег. Я понимаю, ну, а альтернатива есть, ты управляющая компания, только одна? Ну, это не управляющая компания, это сам, это как кооперативный дом. Ну, я понимаю, да. Все люди, члены кооператива собираются и говорят, что надо повышать отчисления месячные. Было меньше раньше. Но потом они посмотрели, что в состоянии таком, что надо ремонтировать слишком много, и денег не хватает. Ну, хорошо, а когда они все отремонтируют, дальше что? Ну, может понизить, но я думаю, что чуть понизится, как всегда. Не, ну, просто непонятно. То есть, ну, 50 долларов, я понимаю, ежемесячная оплата электричества. Это фиксиксировочная ставка, да? Нет, нет, это LPPD. Ну, я понял. Ну, это по счетчику, что я не снимаю, да? То есть, средний ценник 50 долларов, да. Я понимаю. И страховку ты еще платишь. Страховка стоит где-то $250 в год. Страховка, да? На вот обневижимость. Ну, вот 250, все-таки непонятно. Цена... Ну, да, а там ходит страховка всего здания. Да нет, это я все понимаю, что ремонтная работа, но... А, да, это все дорого. Дороговато просто, я говорю, из расчета того, что аренда помещений, апартаменты сейчас я вот снимал буквально, вот, заселяю людей на следующей неделе. А апартаменты однушка, конечно, метраж не такой огромный, как здесь, но апартамент стоит, сейчас скажу, 575 долларов. Ну, это, это on the low side. Там однушка стоит, наверное, по тысячу. Ну, вот 37-я улица, где я жил. Ну, это... Да. Однушка. Тоже метраж, конечно, не такой огромный, как здесь. У нас была однобедрубная апартаменты. А я тебе могу сказать, мы платили 650. 650 мы платили в месяц. Вот. Вот это можно даже в таком состоянии сдать за 800, наверное. Ну, здесь, да, я понимаю, здесь и центральный район, то есть 800. Но, так понимаю, что человек, который берет в аренду такие апартаменты за 800, он не платит вот это вот 250 долларов. Я платит... Платит водитель с квартиры. Лендлорд платит, да? Платит лендлорд, а съемщик он чисто платит за электричество. Да. И платит арендную плату, да? То есть получается так. Да. То есть чистыми доходами получается где-то приблизительно есть 800, минус 250, это где-то... Ну, да. 550 долларов. Значит, страховка, соответственно. Ну, 500 долларов получается, да? Ну, дохода. Да, 500 долларов. 500 доходов, 500 долларов дохода получается ежемесячно. То есть в годовых это уже под 5000. До какой 5-то уже, сейчас скажу, 7 тысяч, да? Ну, это в принципе по... 6 тысяч. 6 тысяч годового дохода, да? Да, потому что инвестору, вот при таком раскладе, инвестору, есть смысл только за 50 тысяч заплатить. Ну, дело в том, что за 800 он сдается вот в существующем состоянии. Ну, понятно. То есть, если сделают renovation, то, соответственно, цена поднимется до 900 или 1000. Ну, тоже, да, не зашкаливать не будет, но чем дальше, тем лучше будет. Потому что как только люди, значит, которые платят маленькую аренду, они постепенно отсюда, отсюда выселяют. Выселяют, да. Либо поднимают, они, значит, соглашаются вводить. Или не соглашаются, их выселяют. Или не соглашаются, их выселяют. Вселяют тех, которые согласны вводить высокую. Сейчас это какой-то midpoint. Половина юниц в этом месте как бы сдается за нормальную цену, а половину еще за старую. Старую, да. Я понял. Ну, приблизительно такие цены. То есть, это opencummin называется. Opencummin neighborhood. Угу. То есть, вот сейчас, конкретно, сейчас аренда на 50 тысяч. Вот, из нее заплатили, заплатили вон ворд. Я думаю, что если бы я ее сейчас поставила на рынок, то я за 50 тысяч ее продала. Сходу, да? Я понял. Ну, что ж, вот такая, ребята, информация. Вот, дальше делайте выводы. Сколько стоит американская квартира? Кто-то может, хочет инвестиции сделать. Вормлем, Волком, Вомуху у нас пока еще цены не настолько перегреты, как в других штатах. И в отличие от более раскрученных мест, как Денвер и Сан-Франциско, там и Чикаго, у нас чуть ли за 50 тысяч можно купить, в принципе говоря, квартиру. А там вы только сортир купите. О, да. Там цены совершенно, ребята, другие. Поэтому, учитывая ситуацию, что в России сейчас происходит, и люди сейчас ломают голову, куда свои деньги вложить в какие-то мероприятия, где бы они гарантированно сохранились, без потрясений социальных и всего прочего, пожалуйста, подумайте по поводу Америки, потому что достаточно гарантированно. Здесь квартиру купив, вы всегда можете сдавать, получать гарантированный доход с этой квартиры, и у вас ее никто не отнимет. Особенно в свете вот этих вот законов, там, ФСО, которые конфискуют имущество и так далее. Серьезно подумайте про инвестмент в экономику США. Все. Будут вопросы конкретно по покупке недвижки, пишите, там, контакт в конце указан в ролике под описанием видео. Вопросов нет, проконсультируем. Консультации платные, 35 долларов, что так стандартно, но проконсультируем по всем вопросам, связанным с приобретением недвижимости, с законодательно-налоговой базой, что касается вопросов нет. Полностью всем рожаем и в ротик засунем. Вот, хорошего всего. Продолжение следует...